здравствуйте друзья и гости моего канала вот на фоне такой красоты хочу вас поприветствовать с вами марина речь сегодня пойдет о комнатных томатах и и других еще растений которых чуть позже вот а сейчас хочу с вами немножко поговорить некоторые блогеры молодые каналы у которых сразу когда включают видео нажимает пальчик вверх три минуты просматривают и пишут комментарии это большая ошибка нужно сразу посмотреть видео полностью написать комментарий потом поставить пальчик вверх ну и нажать на колокольчик конечно потому что я заметила такую тенденцию но и уже не от многих слышу что много идет отписок за этого а идет потому что неправильно мы все делаем сначала ставим класс потом пишем комментарии а потом уж смотрим видео это неправильно нужно сначала полностью посмотреть и на перемотки смотреть нежелательно это тоже youtube подписывает вот ну вот друзья вот такие вот у меня томатики уже подросли большие вот такие ведь какие хорошенькие стебель у них толстый такой листва он какая хорошая шикарная это вот я часть только томатиков выставила вам показать видите какие они хорошие все такие вот прям вообще очень хорошие сейчас я вам о них расскажу просто вот хочу показать чтобы вы видели что томаты все у меня отличные вот это томат вот там бонсай миниатюрный для выращивания на балконе ну я взяла его как для раннего потребления это томат ультра скороспелый 85 90 дней от сходов до плодоношения небольшой карликовый он вот их можно в подвесных вазонах выращивать на балконе я его буду выращивать но как и делала это ведре как делала в том году выращивала в ведрах вот я вам сейчас покажу видите кому интересно вот такой вот томатик это вот такой небольшой яркий такие эти для раннего потребления еще раз повторяю вот можно таких вот по зонах я буду выращивать это я делала в том году делала так вот делала выращивала немного томатов было у меня кому интересно заходите в плейлист и смотрите обзоры видео есть в том году я была с урожаем очень была довольна томатами разные сорта садила все меня порадовали не одни ни один сорт меня не огорчил вот я довольна была томатиками и вот решила в этом году тоже эти томатики у меня стоят под фитолампами вот я их выращиваю под фитолампами посеяны они у меня были 27 ноября вот эти томатики получается им уже скоро будет два месяца сейчас у нас уже январь идет уже заканчивается вот 27 января будет два месяца этим томатиком но я считаю не очень хорошо выглядят они же низкорослые комнатные вот поэтому я думаю что томатики отличные так еще я про экспериментировать решила это у меня виноград черный молдавский сладкий вот было десять косточек из десяти взошло только два это я покупала в магазине осенью сочный такой был можно сказать даже перезрелый и у него настолько были крупные семечки что я решила попробовать вот и что вот из этого вышло видите два всего лишь зашло ну посмотрим что будет дальше как они будут развиваться это у меня эустома такая вот с эустомой я не дружу в том году пробовала посеять она у меня почему-то не зашла но я думаю что семена такие были неважные в этом году попробовала свежие семена купила все и вот она меня порадовала посеяна была она 27 ноября вот тоже и будет это два месяца статьи на меня под фитолампами но она вообще очень медленно развивается немножко вот она подрастет и я ее буду пикировать вот по 5 семечек было там вот то здесь вот одно семечко не взошло на на крупненько хорошая а здесь вот видите она вот мелковато все таки от семечек наверно зависит от семян какие семена кидают такие вот растения где более крупные получается развиваются где мелкие такие слабые там они такие слабые мелкие идут все зависит конечно от семян первую очередь вот такие вот сорта не посеяла и устом и вот она вот такая вот сака то я так понимаю это японская японские семена я у них они хуже слышала но как-то ни разу не брала не теряла такой вот цвет нежный красивый и вот такой и бисе роз рим но это и бисе по моему фирма название rose рим вот видите крупноцветковая вот мы посмотрим тоже интересная такая вот таких два вида я выращиваю вот посмотрим какая она будет вот вот у меня бумажечки не уже правда подмокли с одной стороны такая с другой стороны такая симпатичная и хочу еще бальзамин вот такой ярко-красный посадить у меня есть нежно-розовый красивый такой я во много раз его в обзорах показывала сама сеяла выращивала сейчас я его обстригла чтобы он у меня вытянулся солнце мало зима же все таки вот видите бальзаминчики я по обрезала свои и поставила стаканчики они корешки дадут я их потом в то же место где он растет туда же повтыкаю вот так вот я делаю такие вот они они неприхотливые я поменьше делаю по короче ножки они корни быстро дают он уже даже видите на бутонах там но красивый конечно бальзамин так что вот кому интересно посмотрите пожалуйста в плейлистах там все есть вот такая вот красота моя вот такие вот и к и колес и тоже так же я делаю стаканчик ставлю их с водичкой видите шапки им обрезаю и вот то же самое они у меня корни дают растут и потом туда же их втыкаю автоматики у меня так вот стоят здесь вот плохо видно правда но солнце отсвечивает его обстрелила чтобы он сейчас набирал мощную такую шапку вот а такого нету и вот я вот такой купила ярко-красный тоже вот посею сегодня красивый неприхотливый такой все лето цветет но его постоянно цветет зиму конечно да он вытягивается если солнца мало вот но я его обстригаю обстригаю ставлю стаканчики с водичкой и опять туда же в кашпо сажу вот как бы так делаю вот такая вот красота вот видите какой красивый будет у меня здесь 10 штук он семян 10 штук тоже девятнадцатого года правда но я думаю нормально будет так что вот такие вот дела но дальнейшем буду съесть томаты уже уже для теплицы для раннего потребления семена купила уже все подготовила так что мои хорошие всем спасибо за внимание пишите комментарии делитесь своим опытом с удовольствием почитаю нажимайте на колокольчик это самое главное всего до свидания до новых встреч мои хорошие